Слушает, кому надо. Так, Людмила, Калининградская область. Ой, как я вас уважаю. Ну почему не вы этот самый? Там, где надо. Ну, не знаю, кто по профессии Людмила. Даже вот не стал убирать ваш этот, электронный адрес. Общайтесь. Ваше письмо. Внимание. Калининград, кто не знает, это Прибалтика. У кого двойка по географии. В лекции от 11 мая вы рассказали о неудачах привыкать черешни на вишню степную. Ну, во-первых, что значит неудачно? Я же говорил, что степна вишня увеличилась в размерах плоды. И добавили сахарку. Неудача в том, что черешня на вишне погибла, а вишня немножко стала черешневеть. То есть, это положительный пример. Советовали соседу постепенно обрезать вишню, чтобы переродить вишню в черешню. Внимание. Сейчас самое интересное сейчас. У меня есть такой эксперимент. Только идентично я проделал такую работу с алычевым абрикосом. Вы еще одна жертва, кого я задушу в объятиях. До смерти. Росла возле дома алыча с толстяным стволом. Внимание всех касается. У многих есть подвои абрикоса. С толстяным стволом. Плоды съедобные, но не сказать, что вкусные. Урожайные сумасшедшие. Каждый год падали толстым кором, лежали и гнили. И вот четыре года назад я привила под ней ваш чернок абрикоса. Алычу постепенно обрезали. Только мне было очень жаль полностью обрезать дерево. И ради эксперимента. И на высоте двух метров был привит еще один чернок абрикос. А два метра, потому что там была самая нижняя веточка. Внимание. Ниже фотографии цены нет. Вышедшие привыки постепенно отпиливали ветви. А затем и часть ствола алычи. Часть ствола алычи. В итоге на сегодняшний день нелюбимая луча заменена на два любимых абрикоса. Причем нижний абрикос обнимает верхний. Фотографии прилагаем. Так, упоминается мастика Долматова. Еще раз говорю, покупайте, не пожалейте. Я пользуюсь. Вот. Смазу... А, смазу из любимого места. У нижней очень раскидистой ветки. Пришлось подвязать, чтобы не клонилось. Завязи многое. На одном, на другом. Это Прибалтика, где считается абрикосами вообще не то, что нет, так и быть не должно. Вот так говорят ученые. Вот. Я как вспомню этого, который мне отрезал путь в газету «Ваши шестьсоток», тогда ведущая была. Вот. У меня погибли все абрикосы, уже отчежелезов их не может быть. Как вспомню, думаю, господи, что ты за доктор-то наук-то? Ну, промолчал бы ты в конце концов, нашел чем хвастаться. В тот момент это... Ну, короче, он рядом, чтобы не догадались, их-то мало, докторов наук. Короче, недалеко от вас живет. Завязей очень многое, на одном, на другом. Я не знаю, как долго проживут. Так. Положительным фактором является то, что на четвертую весу имеем два взрослых дерева с многосисленными плодами. От такого же возраста абрикосового деревца и скотчика Юрия Васильевича, корнесобственные, привитые вашими черенками, развиваются как положено. Хотя ростом по четыре метра, но плоды пока единичные. Так, а луча помогает скрасить ожидания. Так. Теперь, ну, опрошим чуть-чуть. Не терпешь показать, смотрите. Вот это вот нижняя абрикоса, да? Я, помните, ну, это не моя наука, она сама догадалась, потому что один или два вебинара назад я говорил, можно привать вот так, но если оставить, не трогая, вот это дерево, вот это никогда не разовьется. Значит, надо начинать угнетать вот это. Увеличивается. Здесь уменьшается то. Людмила, вы молодец. У вас, в конце концов, и это дерево, и вот то, оба абрикосовые. Внимание, плоды. Вот, видимо, вот здесь была луча, вот эта рана, или вот здесь была тоже, может, эта луча. А вот это уже пошел абрикос. Вот это нижний, а вот это верхний. Вот. Ну, не все фотографии. Так, ну, что я скажу? А? А, продолжаю. Насчет близнецов. Вишни и черешни из ваших черенков. Вишни с генами черенков. То есть, я присылал не черешни черенки, не вишневые, а вишневые, которые имели общий корень с черешней. Вот. То есть, вишневые черенки, но имели общий корень с черешней, поэтому написал с генами черешней. Вот. Вы упрекнули, что не прислала снимки с плодами. Я извиняюсь, но это чудо было таким неожиданным. Плоды были такими вкусными, что мы с детками и внуками сели быстрее, чем догадалось фотографировать. Ну что, поверим ей? Без фотографий. Что чудеса бывают и вишни черешневые, и абрикосы лычевые. Здорово. Каждая, вы знаете, у меня такие письма, такие фото, жизнь продляет. Вот. Как я устал. Вот. Мария Сиземова. Скажите, пожалуйста, с какого материала Леонид Дмитриевич Чернобаев сражал чуму для укрытия персика на зиму? Вот этот чум полный рост, он потом, на пятый год, у него каждый из этих чумов дал по тысяче пунктов, правда, мелких-мелких, но мы с ним радовались, как дети. А почему я радовался? Саженцы из моего сада. Поэтому я соавтор. Я, а, вот, произнесло слово соавтор. Кто помнит мои первые публикации еще в газете Фазенда? Кто помнит первые мои фильмы? Я говорю, ребята, ученые, пожалуйста, я вам всем выдаю секреты. Все, до единого. Все выложено. Берите меня соавтора. Пусть там здесь фамилия Иванова Петровича Дмитриевича. И Железов 10-й, и Железов 20-й. Ради бога. Ну, пользы для. Ну, надо же когда-то же начинать это делать. Ну, в данном случае я слово соавтора произнес, и поэтому вспомнил про свои отчаянные вопли. Давайте вместе. Вот. Один из самых крупнейших ученых. Ой, неудобно фамилию называть. Ответил мне в газете Фазенда так. Там была дискуссия. Валерий Константинович. Превращение дачного сада в этот самый филиал научного является, цитирую слово-слово, анахронизмом советского времени. Вот так. Анахронизм. Теперь, чтобы вам понятно было, вот это вот я из своей книги выложил. Видите? Пожалуйста, потом прочтете, кому надо. Сегодня уже не актуально. Вот это все. Хоть 10 раз включите потом ролик и прочтете. Это кусочек моей книги. Вот это вот одна из страниц моей книги. Той, которую я продал одну штуку. Пока. Так. Ну, вот это получилось как. Знаете, один... Все вебинары подряд. У меня сложилось, как будто действительно тот самый восторженный. А, да вы, у вас там Африка, что-то... Ну, помните, восторженное было письмо. Я тогда обиделся, сфотографировал. Это середина апреля. Конец апреля. Сейчас я объясню этот секрет, да? Потом. Это уже май. Не помню, какой. Но я в предыдущих вебинарах назвал даты. И, наконец, совсем последний. Всего лишь неделю назад. А теперь скажите, как это могло случиться? А? Уж такие морозостойки? Вот это вот между... А, кстати, не во время. Ну, здесь шел густой снег. Ну, где-то было... Каждый раз я смотрел так. Так же, как в ведрах вода мерзнет или нет. Вот между вот этими и вот этими. Ну, где-то неделя, да? Зараза, тепло, все нормально. То есть, не пугаю, не преувеличиваю, не преуменьшаю проблемы. Вот, проскочила. Часть цветочек почек замерзла. Ну, учеба есть учеба. Что я в данном случае делал? В данном случае я вам поясняю. Они цветут не одновременно. Даже на одном дереве. Даже. И получается такая картина. В разное... Деревья в разное время цветут. То есть, сад должен состоять из максимального количества абрикосов. А то опять пришли эти три косточки. Это же прям как заговор какой-то. Мне надо три дерева. Ага. Три косточки, три дерева. Вот. Надо дерево максимум иметь. И с таким расчетом, что вот на этом дереве, ну, я уже сразу скажу, на нем уже плоды завязались. Ну, будет немного, наверное, ведра три, не больше абрикосов. Вот. Здесь получилось. Ну, хоть ведерко все равно будет. Так. Там вот справа цветут. И, наконец, вот он, красавица. Это мой патриарх. У него уже много сухих веток. Я показывал, что две ветки полностью обрезаны. Страшные раны. Вот. Тридцать пять лет. Все-таки это юбилей, можно считать, да? Но. Я с него ожидаю примерно восемь-десять ведер плодов. Это не шутка. Вы видите кусочек дерева. Вот. Маленький кусочек. То есть восемь-десять ведер абрикосов. Половину косточек заберет Сергей на посадку. Половину я вам продам. Вот. Теперь. Вот эта фотография сделана мною вчера. Так. И вот я показываю вам, знаете что? Я вам показываю молодой саженец, который умудрился проскочить между двумя заморозками. А он интересен, знаете, чем? Он интересен тем, что я понятия не имею, что это такое. И только когда плоды будут. Вообще, это самое. Вот тот день, когда я делал... Нет, не эту фотографию. А еще раньше, вот тут, вот к этому относятся. В этот день на Кольсике, в Босте, выпал снег. Огромный, почти полметра. А Кольсика посреди Средизавного моря. То есть там короткий сезон. Это я к тому, что если уже там такое творится, надо готовиться к куче временам. А готовиться как? Тот же мой совет. Как там самое, бери больше, кидай дальше, так и тут. Бери больше, сади больше, сади больше, сади больше. Нету другого пути. Нету. Так. Совет выслушали. Добрый вечер. Смотрю ваши уроки по статификации. Может, вышлите мне кости, которые собираетесь выкидывать. Все равно же выкинете ради эксперимента. Ну, вообще, немножко, конечно, цинично. Сказать бы, ну, продайте за полцены, за треть цены, или хотя бы там оплачу пересылку. Вот. Ну, и так далее. А у меня получилось в этом году, ну, как останутся? Ну, возьмем те же абрикосы. Вспомните, сразу после нового года кончились абрикокультурные косточки. Урожайчик-то был дохленький. Видели мои фильмы? За восемнадцатый год. Правильно? Вот. А эти дожили до весны. И сейчас получилось, смеяться будете, только сегодня разговаривал, вчера и сегодня с Брянском. Пришлите все, что осталось из этих костиков абрикосов, манджурских сыновей. Ну, и что? Четыре штука лежит. Самое последнее. Они не взошли. Вот. Песок уже подсох. Вот их-то все, что есть. Так что, извините. Те косточки, эти самые. Потом были у меня косточки. Я вот жаль, так же оленью сделал фотографию. Приезжал ко мне товарищ из этой самой деревни. Деревни, деревни. Тут недалеко. Сейчас скажу. Деревня знаменитая. Там когда-то жил знаменитых садовод. Сейчас скажу. Бондарева. Во. Так вот. Купил у меня семя на полторы тысячи. И у меня еще. Я достаю баночку с косточками вишни. Войлочные. Там их лежало штук пятьсот. И все были раскрыты. Ну, в какой степени. Что садить можно. То есть, как будто вот редкий случай, когда не в разное, не в разнобой, а одновременно. И я эти пятьсот косточек ему за пятьсот рублей продал. Вот. Пару рублей за косточку. Я ему говорю. Все равно когда-то вы начнете с питомника. Вот вам готово это. Потому что в Сибири, Россия, она без войлочных вишен. Как можно? Это невообразимо. Земостойка, морозостойка. Рана плодоносит. В июле обжираемся. Плоды съедобные. В отличие от просто вишни. Съедобнее. Вот. Растет кустом. Не надо ее не обрезать. Ничего. Вообще не подходить не надо. Растет так, как растет, допустим, сирень посадил, забыл. Вот. Или там хрен посадил, забыл. Так же точно. Вот. Вот пятьсот штук. За пятьсот рублей-то ушло. Вон дырё. Так что этих не осталось. Вот так выглядят. Это была середина зимы. Я вам показывал. Я с этого начинал. Да, это всё. Академик красиво отсвёл и хорошо завязался. А Мичурин спит и не просыпается. Это первое письмо. Дальше будет хуже. Дальше топор. Хотя некоторые букетные веточки полураскрылись и встали. Обратим внимание на это. Что полураскрылись и встали. Тут же сразу мне приходится как-то. Переди ещё письмо и там топор. Но дело в том, что я сразу хочу сказать. Мои наблюдения многолетние говорят о том, а я даже выкапывал и проверял. Ну, у меня судьба такая. Заменить собой целый институт, а может быть все вместе. Почему? Потому что я всегда доводил дело до ума. Я патологоанатом. Вот он. Привожу с Украины грецкие орехи, саженцы. Посадил. Первый же месу, они погибли. Я выкапываю корни замёрзшие. Вот. Понятно, да? Это я привёл. Когда-то я с этого начинал свою деятельность. А потом были... Вы помните, сколько фотографий корней я вам показывал? Вот. И так, приходит весна. Есть деревья привитые, непривитые. Непривитые, мёртвые, или живое, или полуживое. И второе, привитое дерево состоит из двух частей. Подвой, он считается более морозостойкий, должен быть и привой. Вот. Там своё смотрим. Подвой целый, от него пошли веточки вдруг на ровном месте, хотя почек не наблюдалось. А привой мёртвый. Всё понятно. Оказалось, никакой привой не морозостойкий. Ещё раз говорю, не морозостойкий, а просто слабый на мороз. Или биологическая несовместимость, туда не поступал в должном количестве те самые вещества с подвоя, в том числе, то, что я называю антифризм. Туда не поступал сок морозостойкий. Почему на границе, там где находится прививочный шов, вот этот самый, хирургический я его называю, прививочный шов, там была драка, там был фронт. Подвой остался подвоем, привой, привой, в снабжение не поступило. Ну, есть причины посерьёзнее, генетическая несовместимость, это даже не просто, ну, или просто плохое сращивание. Теперь, если дерево даже не привитое, мы в данном случае этого не знаем. Вот видите, то, что академик привит, эту дорогу понятно, потому что это школа железного. Так, тут понятно. А вот здесь вот, если он, допустим, полураскрывались почки, значит, он пытался выжить. Допустим, он не привитый. В таких случаях, если дерево сразу мёртвое, значит, крона погибла. Если корни замёрзли, а тут похоже на то, дело в том, что, когда корни замерзают, крона слегка просыпается за счёт питательных веществ, которые находятся непосредственно в теле кроны, вот в этих толстых ветках. Просыпается, бывает зацветает, а потом умирает. Ну, подводим к идее, что виноваты корни. Вначале любуемся целиком, смотрите. Посадка по железу, глаз не оторвёшь, газончик, всё не тронуто, всё прекрасно. Вот. Есть тут нюанс, надеюсь, что я ошибся, потому что, если я нашёл это, то это может быть одна из причин. Допустим, привита и биологическая несовместимость. Достаточно раз только дерево, знаменитый, этот самый, Джамис Юнинский назвал его, всё хорошо. Вот. Тогда, может быть, миновато вот эта металлическая, если это металлическая, то вот эта металлическая конструкция. Зачем она, я не знаю, честно признаться, если она держит дерево или держится за дерево. Но она вбита в землю, и тогда сразу нарушается вся эта целостность. То есть, вот она, защита от мороза, которую эти самые феи уничтожали, видели? Корни огоряли, сдуру. Подчёркиваю, сдуру. А здесь могло корни быть замёрзнуть, если вот эти вот палки металлические, и уходят глубоко под землю. То есть, мороз вот так туда проникает, по ним. Теперь, это ещё не всё. Я пытался понять. Давайте смотрим сюда. Владимир знаком, у него тоже самое, один нормально, другой спит, ладно. Вот. Проснулся в августе, ну, если в августе проснулся, это уже не жилец. Так, теперь, возвращаемся к названию. Итак, академик от Сергея, понятно, привит на Манчжуриц, дураку ясно. Вот, что на Манчжуриц, раз в Сибирь пришёл. Вот. Абрикос из Мичуринска. Я набрал, вот так, смотрите, вот так я делал. И что вы думаете? Нарываюсь на один частный питомник, на другой частный питомник, на третий частный питомник. И нигде я не вижу этих абрикосов. И все из Мичуринска. Тогда я набираю там же, это самое, академия же, настоящая академия. А, моя настоящая, настоящего не бывает. Это же Мичуринск. Ну и что? Я искал абрикосы, ведь это ж надо иметь что? Маточный сад. Вот такой, как я вам показывал. Я вам показывал, как я уничтожал маточный сад. Помните? Ветки отрезал, и ветки целиком отмирали. Вот это они должны были делать. А где-то они следуют. Где у них абрикосовый сад? Крупнейший ученый, который жил в хозяйничестве в соседней области. Рядышком там, чуть правее. Вот. Написал, что, помните фразу, которую я сделал знаменитой? Не он, а я. Так вы уже не заметили бы. Вот. Воронеж, Курск, Северный абрикосы можно писать по пальцам. Вы где? Кто вырастил для вас вот этот абрикос из Мичуринска? Хотите, скажу. Молдаване вырастили. Вот. Таджики вырастили. Ну. Тогда что получается? Для них даже ваш климат, даже ваш климат оказался совершенно неподходящим. Абсолютно. Ну и вот результат. Смотрите. Вот это академик. Вот. Так это еще не все. Валерий Костин, здравствуйте. Прошла еще неделя. Мичуринский так и не проснулся. Хозяйка сказала спилить его изосохшую волочную вишню. Ее манилиос высушил. Вот. Видите как? Даже у вас, вы вроде бы уже, мы с вами единомышленники, казалось бы. А еще осталась та самая пречка. Манилиос вырастили. Не высушил он ее. Сперва она заболела. И на больную накинулся. Я еще раз. Вы знаете, я такой натуропат, что ли. Хотя я сам не знаю, что такое натуропат. Слово означает. Ну, примерно, что-то такое. У меня было уже мне лет довольно много. У меня пошли белые пятна по всему телу. Я не мог раздеться на пляже. Стыд был страшный. Большими такими пятнами. Ну, я к этому. Меня, правда, вылечил этот, как он называется, герматолог. Даже не за один год удалось вывести. Он очень просто, говорит. У вас больная кожа. Как больная? Я же ничем не болел, не это. У вас, в вашей коже, слабая кислотность. Вот грибы цепляются. Это грибок. Там взяла лупу, пошарилась. Поскаблила мою кожу. Говорит, это грибок. Назвала я, что за грибок там, разве запомнишь? Ну, вот то, что у них манилиоз, то у нас. Просто у меня, у кожи слабая кислотность. Ну, и дальше я, хоть и не этот. Всего лишь школьную программу помню. Химию, физику. Я уже прекрасно понимаю. Я понял. Что раз кислотность низкая, значит цепляются грибы. А здесь что вы хотите, когда дерево ввечет, а потом увеченные деревья больные продают уже вам. А потом, что удивляться-то? Все грибные болезни не причина. Ни один гриб из миллиардов, если брать с него, что он появился, как единица там с этого, со споры, допустим, с какой-нибудь там это, вылез. Ни один гриб никогда не съел ни одну живую клетку. Это еще один из, там, 200-300 сбил со счета моих этих постулатов. Ни один гриб не съел ни одну живую клетку. Не валите на нее свою дурь. Вот и все. Я сейчас в данном случае не про вас говорю, а про тех, кто научил это самое, уничтожать, уничтожать, уничтожать деревья. Они начинают болеть, после этого на них накидывается всякая зараза. На больные деревья, потому что они больные, не знают, они по запаху. Как медведь находит по запаху это самое? Пока свежий продут, он ходит голодный. Запахло за километр. Тут же прибежал. Так, нет? Падалил. Так это такая же падаль. Только зачем было делать эту падаль? Так. Академик чувствует себя хорошо. За неделю плодики выросли. Так, сегодня я войлочную вишню спилил. Кстати, штамповая... О! Ну, все! Я и забыл, что я это даже выделил. Она была штамповой. Какой к черту штамп? Ну, я уже не могу. Ну, посмотрите. У нас войлочная вишня... Ой, я не готовил это. Да когда же я все вам расскажу? Я сделал десятки фотографий войлочной вишни в сведении в этом году. Та, которая сама выросла. Нет у нее штампа. Нету! Ну, что, опять кричу? Ребята, вы все еще не все отключили ящики. Так. Жду вашего ответа на загадочное явление. Так, как мог, рассказал. Короче, самое 90%, что хоть бы и купить могли питомники. Вот. Но никакой это не абрикос товарищ, не из этого, не из академии. А из Мичуринска халтурщиков хватает. Вот. Ну, и так далее. В общем, я как мог ответил. Долго, эмоционально отвечал. Ну, все. Вот, кстати. Ну, что. Пусть... Как я тут говорил? Плюньте мне в глаза, если это мальчик. Так вот. То есть девочка. Так вот. Ну, это из бессмертной книги. Фраза. Так вот, значит. Ну, плюньте мне в глаза, если это не академик. А? Тут уж Серега не обманет. Я всегда говорил, ребята, не ловите меня на это, не подозревайте в обманетах. А вы не обманете. Прямо пораде... Ой, пораде. По телефону или в письме. Ну, вы уже настолько раз обманете. Ну, хоть вы не обманите. Я говорю, а где же я его возьму? Для обмана саженца. Мне что, специально дикарей надо вырастить? У меня даже манжурцы не привиты. Это шедевры. Даже не привиты. Так. Теперь. Это у меня... Кто же это? Или это уже следующее? А! Мария Сиземова. Давайте-ка вас прочтем. Это уже следующее письмо. Так. Яблони поливала на Сибирке с закрытой корневой системой в начале апреля. Я специально показал вот эту вашу фотографию. Видите? У вас крутоватая... Все-таки учеба, критика. У вас крутоватые холмы. Знаете, как быстро высыхают? Это потом, конечно, хорошо. Но на первом этапе... Ой, как... Вот в сырых районах чем хорошо? Вот. Все-таки меньше гниет. Потому что в сырых районах даже корни могут гнить. А здесь только... Тем более изувеченные пересадки корни. Вот. Потом раз... Это самое... Размажите. Жель я тогда не успел показать. Фотографию я тоже критиковал. Потом вспомнил фамилию. Так. Вот. А потом он мне присылал в снимке, что это было первоначально. Потом вот так размазанные холмы. И самое то. Сильно пересыхает. Поэтому имейте это в виду. Так. Теперь. Саженцы железоотменного кальция. Таких еще не встречал ни на одной ярмарке. Но я же не говорю, что лучший питомник в России. Вот. Теперь вы уверены, что ваша семья будет обеспечена? Мы посмотрим. Так. Что-то еще было тут? Ну, вам еще учиться и учиться, конечно. Камин-Скуральский. О-о-о. Это вы считаете Сибирь. Да. Ой, ладно. У вас еще все впереди. Пока еще... Посмотрим. Так. А вот это, когда она... Я для чего эту фотографию ставил? Она упомянула прививку на Сибирь. Вы что? Что вы эту самую? Как вы могли? Как вы имели право? А? Как вы имели право прививать на Сибирь? На Уссурийку. Вот. Запрещено. Я разговаривал тогда это. И сейчас могу говорить, потому что ничего криминала нет. Иногда фамилии называют. Бойкова. Галина Николаевна. Мы с ней дружны. Ну, уже 25 лет, наверное, не меньше. Вот. Помогала Сергею диплом делать. Он, кстати, у нас этот, агроном. Только вот никому не нужен агроном. Так. И будет до пенсии шаем со мной работать. Человек как частное лицо. Вот. А я спрашивал, говорю, вы в Сибирьке спорите на прививку? Она говорит, нет, ранетки. А где берете? Нам присылают. То есть мне не понравилась сама идея, что ранетки надо брать в семинах где-то в другом месте. Они к ним приходят, они выращивают из них саженцы, а потом на них плевают. А вот это вот, я как бы, я не критикую, это ее лично, не лично, это принятая практика. Она не хуже, не лучше. Вот. Но тут экономится год. Вот. Поверьте, вот эту вот фотографию я сделал вчера. Так. Они привали еще по снегу. Видели? Прям снег валил, а их привали. Вот. Под бутылками они быстро пошли в рост. Видите как? Вот это и есть та самая эффективность. То есть именно они, а фотографии-то видели со снегом? А именно они вызревают до зимы. И потом их опять будут говорить, что ваши живы, а те, Мичелинские, мертвы. Почему? Привиты на Сибирку непросто. Процент схожести, приживаемости, видите? Внимательно смотрите. Видите, да? То есть я болтун? А? И вот этот, который я не болтун, говорю. Клянусь Богом, что все подвое Сибирки взяты из тайги. На много-много километров Сергей взял, выкапывал. Вот. Привозил и прививал. И что? Правильно. Сибирки совместимы. Почему? Потому что веточки взяты с деревьев, которые до этого выросли на Сибирках. И вот таким путем, как правым этим, левое ухо чесать правым этим, рукой или как там. Вот таким путем, хитрым, чуть не сказал через ад, но это будет, конечно, вульгарно. Пришли мы к чему? К полной биологической вместимости. Не ранетки, которые имеют в себе гены культурных, а значит на них приживаемость высокая. А вот эти Сибирки, у них плодики, посмотрите на свой мизинец. Ноготок увидели? Вот с такими плодиками дикари из глухой тайги. Привезенные, а на них привиты еще раз. Это учеба. Ветки взятые с деревьев, привитых на Сибирке. А вы видели, какие плоды получались? А, вот так вот. Вот это и есть учеба. То есть, вот таким путем, левым ухом, правым этим рукой, вот, то есть, мы идем, вот таким путем нашли способ. А теперь, когда у них совместимость 100%, по морозу, по барабану. Яблони цветут, цветут. Пусть 40 градусов морозов. Фух. Юля, привет. Привет, моя лучшая ученица. Так. Почему здесь все фотографии? Это дерево мы фотографировались лет пять назад, да? Это та самая Маньчжуриц. Зачем оно здесь, эта Маньчжуриц? Просто, ну, оно не случайно тут, оно показывает размеры дерева. Но, говорит, тут в данном случае не на Юлю мы должны любоваться, а на Маньчжуриц. А почему? Потому что я, как бы, продолжаю тему разговора, а чем я могу объяснить, что саженец тот живой, а тот мертвый. Вот эта прививка в моем саду делалась, 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 делалась. Вот видите? Точно так же и абрикосы. Вот тот, да, точно так же и академик. Найдите рану. Кроме того, что здесь торец, вот здесь вот выше, тут он не вошел в фотографию. Маленькая такая раночка получается, которая потом исчезает вообще без следа. Ведь сколько я показывал, по-моему, Антон Валерьевич, ваша работа. Это вы меня тогда просили найти фотографии, где прививки у взрослых деревьев. Оказалось, что нигде прививки-то почти не видно. А на многих она вообще бесследно исчезла. Вот. И последнее, я как бы к этому подвожу. Я же не могу в двух словах. Вот. Вот нашему другу, видите, Александру, я объясняю. Последнее. Если вы брали вот этот саженец, то он привит. Как? Улучшенная капулировка. Я даже не проверяю сто процентов. А этот, я думаю, почкой. Если он вообще привитый. Почему? Потому что в Европе прививать лучшенькой капулировкой. А я показывал, как количество деревьев. Правильно? Показывал. Вот. А сколько получается метровой ветки? У нас парочка. Парочка. Остальное выбрасывается. Потому что дальше неполноценно идут. А можно было взять, если там почка, прививка, то каждая почка, это не каждое дерево. Про это мы уже говорили. Вот и сравнивайте теперь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...